Серафима Саровского причислили к лику святых в 1903 году, через несколько десятилетий после смерти. В советское время мощи преподобного, они хранились в Дивеевском монастыре, увезли в неизвестном направлении. В 91-м нашли и вернули в Нижегородскую область. Преподобный был монахом, жил в безлюдных местах. Один из самых известных эпизодов жизни – его молитвенный подвиг. Стоя на камне, он молился тысячи ночей в лесу и тысячи дней в келье. Когда Серафим Саровский вышел из затворничества, к нему стало приходить много людей. Современники вспоминали. Всех встречал с радостью и любовью. В житии говорится, что преподобный многих исцелил от болезней. В образе святаго преподобного Серафима нам является блистающий образ и идеал христианской кротости. Вот все то, в чему учит нас Слово Божие, в чему учит нас пример преподобного Серафима, нам следует постараться в своей жизни осуществить. С ним кроткими становились не только люди. В житии описывается его дружба с медведем. Животное вело себя как ручное. В этом году исполнилось 265 лет со дня рождения Серафима Саровского. Преподобный – один из самых почитаемых святых. Поклониться мощам сегодня пришли тысячи верующих. В Благовещенском соборе монастыря совместно с его святейшеством Губернатор Самарской области принял участие в создании мозаики и смальты. Кроме того, Дмитрий Азаров обсудил с патриархом его визит в Самарскую область, который ожидается на Рождество Богородицы. В это время планируется освящение Софийского собора. Ольга Павловская, Новости губернии. Новости губернии.